Всем привет! С вами Guardian, а значит настало время очередного гайда, посвященному винтовке немецкого производства FG-42. А для начала краткая историческая справка. Приятного просмотра! FG-42 разработал Луис Штанга, он же разработчик ручных пулеметов MG-34 и MG-42. Оружие получилось уникальным, но официально его так и не приняли. Вооружены им были лишь зеленые дьяволы, немецкие парашютисты. Да не просто парашютисты, а парашютисты-ягеря, элита-элит германских ВДВ. FG-42 это означает винтовка для парашютистов-ягерей образца 1942 года. Кроме того, FG-42 вооружались наиболее опытные бойцы СС, защищавшие Берлин в мае 1945 года и личная охрана фюрера. Появилось на свет это замечательное оружие в результате кровавой операции Меркурий в мае 1941 года. Из 11 тысяч сброшенных на остров клип парашютистов погибло почти 40%. Дело в том, что конструкция немецкого парашюта тех времен не позволяла взять с собой тяжелое стрелковое оружие. Поэтому винтовки и пулеметы сбрасывались в контейнеры. Сами десантники были вооружены только пистолетами и небольшая часть пистолет-пулеметами MP-38. Англичане просто расстреляли десант из пулеметов с большого расстояния, не дав быстро раскрыть контейнеры с оружием. Вопрос о новом оружии для десанта был поставлен незамедлительно. Требования к новому оружию были достаточно противоречивы. Причислять я их, конечно же, не буду. Но Луису Штанга удалось совместить несовместимое снайперскую винтовку, легкий ручной пулемет и гранатомет. Кстати, знаменитый М60 был слизан с этой винтовки. Ах да, и за все время их было выпущено около 8000 экземпляров. На этом все, возвращаемся в игру. Давайте посмотрим на характеристики. Урон 40 максимальный, 30 минимальный. Скорострельность по дефолту 517 с модулем 550. Крупный калибр, множитель 1,5. Байзапас по дефолту 20 на 60 с модулем 30 на 90. Особенностью данной винтовки является дальность эффективной стрельбы. То есть снижение дамага происходит на довольно большом расстоянии. Что в свою очередь снимает потребность в модуле на улучшенную нарезку. Ну и раз уже заговорили о модулях, то могу посоветовать следующие модули. Обязательно ставьте рукоять на снижение отдачи в прицельном режиме, ибо отдача у нее весьма ощутима. Второй обязательный модуль это Скорострельность. Так мы сможем лучше отцеливать бегающих десантников. Остальные модули на ваше усмотрение, но я бы поставил крупный калибр. Так как с этим модулем наносимый дамаг будет в районе 60 или 45 в зависимости от расстояния. Что в свою очередь позволит устранить вражину с двух попаданий в голову. Что касается перков, то могу посоветовать готовность. Это избавит вас от дерганей при попадании, тем самым повысит вашу точность. Да и дополнительный модуль не будет лишним. Четвертый модуль ставьте по ситуации. На больших картах по типу густов сгодится любой из прицелов, так как штатная мушка играбельна только на средней дистанции. Если же говорить о таких картах как Arden Forest, то тут сгодился бы модуль твердой рука. Еще одним из полезных перков станет спешка, позволяющая сократить время на перезарядку, которая кстати составила Тактическая 2.7, полная 3.5. На этом пожалуй все. В завершении хочу сказать, что пушка мне не понравилась. А причиной тому послужил высокий порог освоения и отсутствие, как бы это сказать, души что ли. Но не цепляет и все. Ни видом, ни звуком, вообще ничем. На этом все. Буду рад, если напишите ваше мнение о FG-42. Ну и не забывайте поставить лайк. Это дополнительная мотивация для следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok